Знамя победы Знамя победы Официальных торжественных мероприятий Выносятся копии Знамени победы В остальных случаях Используется его символ Который представляет собой красное полотнище С пятиконечной звездой То есть 9 мая или 23 февраля Наряду с государственным флагом На зданиях вывешивается именно символ Ровно 10 лет назад 15 апреля 1996 года Такой указ подписал президент Ельцин Почему вокруг знамени победы Разгорелись страсти Чего добиваются коммунисты И что не устраивает Единую Россию Я приглашаю двух непримиримых оппонентов Алексея Сигуткина И Виктора Тюлькина Объясните пожалуйста В чем суть ваших разногласий То есть чего добиваетесь вы Наши оппоненты В том числе Алексей Алексеевич Единая Россия Очень любят говорить Мы победили наш народ победил И это так Но Правильнее говорить Победил советский народ Победил советский союз И рабочий крестьянская красная армия И символами этого государства И советского народа Было красное знамя Серп и молот Со звездой И именно этот флаг штурмовой Был установлен На куполе Рейхстага Над поверженной Германией Фашизмом Сегодня принимая закон О знамени победы Наши оппоненты Серп и молот Почему-то убирают И остается флаг Непонятно какого государства И непонятно что символизирующий Ветераны войны Да и просто советские люди Категорически возражают Против этого И настаивают Чтобы в законе Символ знамени победы Отражал само знамя победы Тот штурмовой флаг Который был установлен И о котором командующий фронтом Георгий Жуков сказал В своем приказе Над Рейхстагом Развивается государственный флаг Советского Союза Понятно Алексей Алексеевич С чем не согласны вы? Вопрос такой интересный С чем мы не согласны? Итак первое Есть штурмовой флаг Знамя победы Никто его не ставит Под сомнение Но существуют Копии знамени победы Как минимум две Которые С точки зрения закона Не существуют Я не знаю Знают ли зрители Но На парад победы В июне 1945 года Выносилась копия Знамени победы И впервые Знамя победы Было вынесено На парад Посвященный 20-летию Знамени победы Второе Мы считаем Что знамя победы Принадлежит не только тем Кто его водружал Не тот кто ковал победу Не только нам А будущем поколении Поэтому принципиальное Наше различие Мы считаем И убеждены Знамя победы Должно сохраняться И не может Использоваться В публичных мероприятиях Как я понял Мы говорим уже не о самом Знамени победы А символы знамени победы Вот на символе Что должно находиться? Как раз об этом Речь идет И вот И Виктор Аркадьевич В том числе Публично выступает Предводит подмену Понятия Знамя победы И символ Знамени победы И люди Воспринимают Что единая Россия И я Предлагают Что-то убрать Со знамени победы Знамя победы Не прикосновенно Почему я согласен Большинство Большинство граждан Не знают О том Что символ Знамени победы Существует С 1996 года И эту норму Которая действует 10 лет Мы предложили Вот записать закон Понял Ты спорете о том Серпы могут возвращать Или нет Не об этом речь Вот вы ничего не поняли Это доказывает Только о том Что вы нормальный человек И я И я не перестаю Удивляться Умению Единой России Нашей Заводить рака за камень Символ Это концентрированное Выражение сущности И до 1996 года Когда не было понятия символом Было ясно Что вывешивался флаг Советского Союза Красный Серп Молот Звезда сверху Символ Депутатов Рабочих Крестьян И солдатских Депутатов Но это был и государственный флаг Верно А сегодня Единая Россия Говорит Слушай Теперь такого государства Военного совета Третьей ударной армии Было изготовлено Девять штурмовых флагов По точному образу и подобия Государственного флага Союза Советских Социалистических Республик И в левом верхнем углу Везде было изображено Серп Молот Звезда В нижнем левом углу Порядковый номер Номер дивизии Всего их было девять Музей какой сейчас хранится? Музей хранится Под номером пять Сто пятьдесятой Стрелковой Ордена Кутузова Второй степени Идреской Семьдесят девятого Стрелкового корпуса Третьей ударной армии Первого Белорусского фронта То есть вот это все Выписано на После того как он уже был снят с Рестага Я вот прямой вопрос задаю Скажите Что Единая Россия И я как депутат Предложили убрать Со знамени победы Объясняю Назовите Нет скажите ответ на вопрос Объясняю Четко скажите Что убрать Что Виктор Акаевич всегда говорит Что убирает Не со знамени победы А с символа И когда я сегодня Разговаривал с генералом Варениковым И говорю Единая Россия Выдвигает лозунг Что не со знамени А с символа Генерал со свойственной Солдатской прямотой Сказал Слушай Какая хрен разница Что непонятно что ли Что они делают Борются Генерал со свойственной Примотой Лично мне говорил Когда Мы обсуждали с ним Проект законный Что я вот президенту Путину Лично предлагал Знамя вооруженных сил Сделать Красной С желтой звездой Что точности Соответствует Символу Знамени победы Теперь я конечно понял О чем идет спор То есть Де факто Вы говорите Следующее На праздник 9 мая Требую вывешивать Государственный Флаг Советского Союза Государства Победительского фашизма На что вам говорят Подождите На 9 мая Вывешивается Флаг Символ Победы Мы говорим Что этот символ Не отражает Сущности Знамени победы Это кастрированный Можно сказать Знамя победы Если бы Можно было Возвратить Возродить Советский Союз Разместив На этом символе Знамени Серп и молот Я бы первый Приглашил На каждом Миллиметре Разместить Ну увы Сохранить Надо было Виктор Аркадь Единая Россия Образовалась В 2000 году А вот вы Вместе с КПРФ Все время Во власти Были Итак Телезрители Могут присоединиться К нашему обсуждению И ответить на вопрос Нужно ли менять Символ Знамени победы Номера для звонков И смс сообщений На экране У кого из присутствующих В студии Есть вопросы Да пожалуйста Алексей Алексеевич Как вы считаете Чем руководствовались Депутаты 96 года созыва Когда выбирали Серп и молот Со знамени Во первых Депутаты Это решение Не принимали Речь опять Вы путаете Это решение Принимал Ельцин Я думаю Чем он руководствовался Вы представляете Вы давно стали Алексеем Алексеевичем Вы по-моему Виктор Аркадьевич Я объяснил Опять прете Всегда был Алексей Алексеевич Понимаете Дело в том Что Идет все время Подмена понятий Есть Знамя победы Оно священное В 96 году В виде того Что знамя победы Каждое место Не принесешь Президент Издал указ И говорит Давайте вот Установим Символ знамени победы Красный флаг Золотой звездой Но на нем Никогда не было Вы лучше спросите А думал ли Сигуткин Чем руководствовался Ельцин Почему повторяют Бездум Вопросы Вопросы еще есть Пожалуйста Скажите пожалуйста Вот Юридически Какая Разница И какая Необходимость Иметь Копию И символ Зачем До улицы В каждом поселке В каждом мероприятии Именно поэтому Что до сознания Человека Доходит символ Мы и настаиваем Что символ Должен повторять Именно тот штурмовой Флаг Который наши солдаты Донесли до Берлина Водрузили над Рейстагом А чем тогда Отличается от копии У меня Потому что символ Может иметь размеры Меньше Символ может Иметь размеры Больше Символ могут Сами изготовить В любой деревне А копию Изготавливают В специальных Мастерских В музейном фонде Ну проблем то Никакой Большая На каждую Российскую Дороге изготовить Копию У меня другой ответ И более конкретный Когда в 96 Году Но более непонятный В 96 Году Президент Дал указ То Копии В этом указе Предусмотрены Не были Де факто Как минимум Две копии существовало Но юридически Их не было Я предлагаю Знамя Победы Священное Не трогаем А пользуемся Копиями Официальными Знамени Победы А для широкого Пользования Символ Знамени Победы Который может Каждый изготовить Как может Есть десятки Тысяч Обращений Ветеранов В чем сложность Почему не сделать Шаг на встречу Вот объясни Алексей Алексеевич Объясню Мое предложение Как раз Направлено на то Чтобы не менять Все Каждый год Десять лет существует Хватит оперировать Несчастным ветеранам Я считаю Что если вешать Пожалуйста Вешайте копии Когда вы говорите Это очень дорого Давайте вешать копии Знамени Советского Союза Я вижу В этом указ А тогда Как Победы 1212 года Давайте вешать Знамя Российской империи А когда говорят 1612 год Давайте вешать Знамя Московского княжества Которое было Ну тогда Давайте на каждый праздник Вывешивать флаг Того государства Которое было В этот момент Можно спорить До бесконечности Есть наука И специалистов По геральдике Что они предлагают Что они говорят Докладываю Специалист по геральдике Отдела Сегодняшних Российских Вооруженных сил Пришел На думу Почитал затылок И сказал Получается неудобно Мы будем вывешивать Если будет серп и молот Флаг Несуществующего Государства На что ему был ответ Так зато это то Государство Которое фашизм победило Зато это Исторический вид На что он ответил Да Но вы же понимаете Дальше он молчал А за молчанием Одно звучало Что это не вписывается В сегодняшнюю Политическую конъюнктуру Которая приобретается Более и более Его умение Все знать за всех Все знать за всех Кто что думает Кто хотел сказать Я вам отвечу Более конкретно Геральдическая служба Российской Федерации Все вопросы По данному законопроекту Согласовала И возражений против него Не имеет Я думаю Что если бы там Изобразили Даша не звезду А трезубец Геральдическая служба И сегодня бы согласовалась И на Украину Но не надо там думать Обо всех людях Плохо Конечно каждый думает Меру своей испортенности Но нельзя же так О плохо О всех думать Алексей Алексеевич Пока плохо О вас думают ветераны И я в том числе Вы тоже ветеран Как внук ветерана Как сын ветерана Как сын матери Извините А у нас есть в России Кто-то Кто не является Внуком ветерана Или сыном ветерана Весь многострадальный Советский народ В праве гордиться тем Что в каждой семье Есть люди Воевавшие Великой Отечественной войне В каждой Верно Поэтому когда вы говорите Что это принадлежит Только вам коммунистам Это по крайней мере Не справедливо Абсолютно Когда люди шли на бой Они говорили Писали Если погибну Считайте меня коммунистом Да пожалуйста Вы не готовы Идти на компромисс С Единой Россией По даже Как бы Этому вопросу Который вы сейчас Обсуждаете Готовы Только с одним пунктом Мы говорим Будьте добры Алексей Алексеевич Единая Россия На символы Знамени Победы Отразим Серп и Молодой Звезду Как было И как просят Сегодня все ветераны И мы согласны На все другие Пункты закона Виктор Акадьевич Большое спасибо Алексей Алексеевич Большое спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok